Впрочем, не все так плохо, ведь на якобы растраченные просто так деньги город получил достойную площадку для автобусов. А вот жители другого района, на улице Профсоюзной, против нового строительства. Свердвинцы не хотят видеть возле себя заведение питейного типа. Однако предприниматель решительно настроен довести дело до конца, даже если с жителями не удастся договориться. В нашем городе по некоторым подсчетам порядка полутора сотен кафе в ближайшее время появится еще одно. Однако вокруг ремонтируемого здания уже разгорается конфликт между жителями окрестных домов и собственником этого помещения. На общественных слушаниях два представителя от трех домов высказали опасение, что будущее заведение может стать угрозой их благополучию и комфорту. Ведь в кафе в том числе планируется продажа алкоголя. Мы ведь не против того, чтобы застраивалось, а именно против алкогольного. Потому что это банкеты пойдут, это пойдут все вот эти вот, ну пьяные, это значит... То же самое, как у дяди Семы. Да, как у дяди Семы было. Махаловка все время, постоянно драки. Мы здесь наблюдали, не спали по ночам соскакивать, потому что милицию вызывали. Это мы прошли уже, все. Мы дали ему разрешение на основание того, что он будет эксплуатировать его не позднее 22 часов. Это, конечно, понятно, что будет нереально. Дело в том, что понятно, что предприниматель и он хочет, то есть, какую-то выгоду для себя иметь. Жильцы переживают. Юридическое лицо предприниматель может сменить. И гарантии просто перестанут существовать. Недовольны люди и предусмотренными по проекту парковочными местами. Самим машин ставить некуда. У меня две машины, другие по две машины. Вообще ставить некуда. Двор маленький абсолютно, да. И как бы получается, что посторонним вообще некуда будет ставить. Все машины будут заставлены. Предприниматель сейчас находится в Архангельске, но обещал в скором времени прокомментировать ситуацию. В его планах сделать пристройку у здания, но для этого необходимо получить разрешение жителей. Как нам пояснили в администрации Роспотребнадзоре, закон разрешает кафе торговать алкоголем круглые сутки, а также самостоятельно устанавливать режим работы. Нет норм и на парковочные места. Так что, если сейчас стороны не договорятся, обжаловать что-либо можно будет только после открытия заведения, если оно нарушит нормы, затрагивающие безопасность и комфорт жильцов. Олег Савин, Александр Осенков, Вестник, Северодвинска.